Молитесь Игнатью Ильичу. Благородицу, пресноблаженную и пренепорощенную, Матерь Бога нашего, счастнейшую Херувим и славнейшую воистину Серафим, без истления Бога, слава рожащую и сущую, Богородицу Те величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и пресно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Воскрес и измертвы, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, силы щаснагожетворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей, и всех ради святых. Спаси и помилуй нас, ибо Ты благо человека любишь. Аминь. Боже, милостью будь мне грешному, создав имя Господи, помилуй меня. Бесчиславец и грешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе всяческих ради. Боже, очисти меня грешно, я ханикали же благое сотворив пред Тобою, но избави меня от лукава, да будет мне воля Твоя, да неосужденно отверзу, самый недостойный, восхолю имя Твое Святое Отца и Сына и Святого Духа, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Сарю Небесный, утешитель души истины, и живи с детства, и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очисти меня от всяких скверны, и спаси, блажи души наши. И Боже, святый, крепкий, святый и бессмертный, помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, ащисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и вовеки веков, аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да светится имя Твое, да приди царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якажи и мы оставляем должником нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава вовеки, аминь. Уставшая от сна, припаданьте блажь, ангельскую песню пиемте сильной, свят, 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 если Боже, Богородицу и помилуй нас, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, а сна восставь. Благодарю Тебя, Всесвятая Троица, ко многера этого благость и благотерпение прогнелся на ленивый и грешник, углубил меня со беззаконием моими, но человеколюбцовый, если обычно, и в нечаяния лежащего воздвиг в моей сии, воежеутрити, славословите державу Твою. И ныне, Владыка, просвети мои очи мысленные, ответ за мои уста, получайтесь со словом всем Твоим, и разумите заповеди Твоя, и творите волю Твою. И пейте Тебя во исповедание сердечным, и воспривайте все святое имя Твои Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преподаем к стопам Твоим благие ангельскую песню, влашаем Тебе сильный. Свят, 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 Иси Божия, молитвы Богородицы, помилуй нас. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапно судья приедет, и кое-го же деяния обнажаться, но страхом зовем полунощи. Свят, 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 Иси Божия, Богородицу, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Приедите, поклонимся, Цареви нашему Богу. Приедите, поклонимся, Христу, Цареви Богу нашему. Приедите, поклонимся и приподем к самому Господу, Иисусу Христу, Цареви и Богу нашему. 12-й Псалом Аллилуйя Я веровал и потому говорил Я сильно сокрушен Я сказал в опрометчивости моей Всякий человек лож Что воздам Господу за все благодеяния ко мне Чашу спасения прийму И имя Господне призову Обеты мои воздам Господу Пред всем народом его Дорога в очах Господних Смерть святых его О Господи Я раб твой Я раб твой и сын рабы твоей Ты разрешил Узу мои Тебе принесу жертву хвалы И имя Господне призову Обеты мои воздам И имя Господу Перед всем народом его Во дворах дома Господне Посреди тебя Иерусалим Аллилуйя Аллилуйя Хвалите Господа все народы Прославляйте его все племена Ибо велика милость его к нам И истина Господня Пребывает вовек Аллилуйя Аллилуйя Из тесноты Возвал я к Господу И услышал меня И на пространное место Вывел меня Господь Господь за меня Не устрашусь Что сделает мне человек Господь мне помощник Буду смотреть на врагов моих Лучше уповать на Господа Нежели надеяться на человека Лучше уповать на Господа Нежели надеяться на князей Все народы окружили меня Но именем Господнем Я не зложил их Обступили меня Окружили меня Но именем Господнем Я не зложил их Окружили меня Как пчелы сот И угасли Как огонь в терне Именем Господнем Я не зложил их Сильно толкнули меня Чтобы я упал Но Господь поддержал меня Господь, сила моя и песнь, Он садился моим спасением Глаз радости и спасения в жилищах праведников Десница Господня творит силу Десница Господня высока, Десница Господня творит силу Не умру, но буду жить и возвещать дела Господни Строго наказал меня Господь, но смерти не предал меня Отвратите мне врата правды, войду в них, прославлю Господа Вот врата Господа, праведные войдут в них Славлю Тебя, что Ты услышал меня и садился моим спасением Камень, который отвергли строители, садился главой угла Это от Господа и из дивного чая от наших Сидень сотворил Господь, возрадуемся и возвеселимся вонный О Господи, спаси же, о Господи, спаси же Благословен грядущего имя Господне Благословляю вас из дома Господне Бог, Господь, я сиял нас, вяжите в веру ими жертву Ведите к рогам жертвенника Ты, Бог мой, буду славить Тебя Ты, Бог мой, буду превозносить Тебя Буду славить Тебя, ибо Ты услышал меня и садился моим спасением Славьте Господа, ибо Он благ, ибо век милость Его Слава Отцу и Сыну и Святому Духу И ныне и присно, и во веки веков, аминь Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже Аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь Многомилостивый и всемилостив Бог мой, и Господь Иисус Христос По Своему Глебуис сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех И снова Спаситель, спаси меня благодатью Твоею, молю Тебя, ибо Если по делам спасешь меня, то ты не будешь благодатью и даром, Но более делом, ей многие щедротов и не излечены в милости, ибо ты Сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смертью Во веки, итак, если вера в тебя спаса от отчаявшихся, то верою Спаси меня, ибо ты Бог мой и Создатель, вера же вместо Отдел, да умеется мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело Правдущих меня, но это вера, да будет превыше всего, да Ответит за меня, да оправдает меня, да и от причастникам Славы Твое вечной, и да не похитит меня сатана, и не похвалится Слово, что отторг мне от твоих руки оградой, ну или Хочу, спаси меня, или не хочу, Христос мой Спаситель, Поспеши скорее, скорее, погиб я, ибо ты Бог мой, очарил Матери моей. Всподобим меня, Господи, возлюбить тебя теперь так же, Как возлюбил я к своей тайной грех, и чтобы снова Потрадиться для тебя, без лени, усердно, как прежде Потрадился сатане Прещающему. Особенно же, потружусь для тебя Господа и Бога Моего Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне, всегда, веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставь нахранить мою бедную душу и несчастную жизнь. Не оставь меня грешного, и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону починить меня, себе преобладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. О, Сыто Ангел Божий, хранитель и покровитель бедному душе и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни моей жизни, и если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогевать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойной своей милости. Аминь. 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 Пресвятая Владыча, моя Богородица, своими святыми всесильными молитвами, отгоняй от меня смиренно в несчастного раба твоего, уныния, заввения, неразумия, нерадения, удаляйся скверные, лукавые и хуйные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси плавя моих страстей, ибо я убог несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причисто имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий Владимир, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощником, молитвенником о душах нашей. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою, благословен ты в женах и благословен плод чрева Твоего, яка родила Иси Христа, спасая избавителя душам нашим, и победимая божественная сила, щеснагожетворящая крикста Господи, не оставив нас грешных, уповающих на тебя, спаси, Господи, люди Твои, и благослови состояние Твое, победа сопротивным дару и Твое, сохраняя жительство. Будь милостив к нам, Владыка, благослови, посети и благослови отца моего духовного, родителей, родников, благодетелей, митрополита Илариона, епископа Евтихия, Вениамина, Агафангела, Деомида, Тихона, Антония, священнария Акима, Павла, Геннадия, Сергия, Сергия Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амброчи, Владима Засимолипия, Андрея, Максима, Владимира и Глебу не дай погибнуть, диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, Генедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Деодора, митрополита Тихона и весь священнический и иноческий чин, и высший истинный служитель миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам да еще священника, если угодно Тебе, Господи. Смири власти и воинства их, наведи страх Твой на них, и через них сотвори благое церкви Твоей, умудри их издавать добрые законы, дабы дали достойно жить людям, дабы было еще уделять нуждающимся, и сохранив от покушения на них Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Владимира, Александра, Эльдогена и Амана, и даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, Гивой, Найдюк. В общем, оценить это мирное время и приготовь землю к великим и грозным испытаниям, грядущим на всю вселенную по слову Твоему, за отступничество от Тебя. Слава Тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить все наши таланты, дарованные Тобой. И для всего пошли нам добрых помощников, наставников, советников. И в сей день сохрани нас от всякого рода зла и греха, непосильных искушений. Защити жилища наши и селения от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там Андрея, Игоря, Игоря, Серафиму, Владимира, обрати, Людмилу, Любовь, Владимир, Алексей, Иосиф. Прищи добрые жители с детьми, знающими, любящими закон твой. И сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алектину. И всех побуди на проповедь Евангелия. Спаси и помилуй Надежду, Валентину, Екатерину, Анастасию, Наталью, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Рахиль, Ездру, Рустика. Хочешь, мура, обрати, наставь. Господи Божий наш, благослови Александра и Александра, Сергея, Сергея, Катерину и Катерину, Гавину и всех, Кому возвестили Слово Истины, Благослови их, Владыка, И найди врагов всех В разуме их, тайных и явных, творящих пакости. Дай им страх Твой, Святой, И судный день не помяни их безумия За всю ложь, которую они изрыгают. Не дай им погибнуть. Посети благодетелей наших, воздаем добром Елену, Людмилу, обрати Евгению, Наталью, Надежду. Не Анилу. И отступников найди. Николая, Михаила, Александра, Юлию. Благослови и уныщи сердце Максима. Аллилуйя. Путешествующих Раису, Льва, Виктора. Благослови, Владыка. И найди все наше родство. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. А Романа из Батва Духа Лжи и Благослови, Виталия, Никиту, Дары Духовного Рождения и желание трудиться в поте лица. Аллилуйя. И жизнь их устроит по воле Твоей Святой. Хвала Тебя, Наш Господь. Посети болящих, Господи. Дай им силы перенести страдания. И пошли им исцеление. Валерия, Иллариона, Кирилла. Игоря, Алексея. Надежда, Валентину, Валентину, Татьяну, Татьяну, Иоанилу, Марию, Александру. Благослови и помилуй. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов. За здоровье и за болезни. Ибо по Твоему благоволению все это может оказаться на пользу человеку. Аллилуйя. Сохрани наше сокровище в интернете. И воздай добром тем, кто позволяет нам там быть и работать. Игоря, Юлия, Дмитрия, Виктор. Сергея, Сергея, Андрея. Андрея, Вячеслава и Содружество, его семью. Валентина. Обратите Тимофея, Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Леонтия, Симона. Аллилуйя. Упакуй, Господи, в обителях небесных усопших отец и братьев наших. И за сверой надеждой на воскресение жизни вечного, отошедшего от жизни сей. Ибо нет человека на земле, который живя не согрешил бы. И прости им всякое согрешение, вольное и невольное, родителям, сродникам. И сотвори вечную память, вечный покой. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова. Авва, Отче. Свят, свят, свят Господь Савовов. Вся земля полна слава Его. Аллилуйя. Слава Вышне Богу. На земле мир, в человеках благоволение. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны церкви, как на истину. Аллилуйя. Господи, воздай в вечности всем, трудившихся на моей душу и Марии, Степана, Александра, Михаила и Анну. Благослови их и в вечности. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Господи, воздай добром всем, помогавшим нам в нашем путешествии. Благослови Николая, Виктора. Будьте милостью к нам, Владыка. Благослови Павла, Зинаиду, Владимира, Дмитрия, Сергея. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне греши. Благодарю Тебя, мой ангел. Сколько лет хранил Ты и защищал от видимых и невидимых опасностей. Не покинев смертный час, когда душа будет разрушаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам, страшным и непонятным, и введи ее навеки в вечное царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Иоанн Креститель, Претеща Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности. Имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать и быть во всем экономным. И каждому дару и жилье Сергею Гавриилу. Святители Христов Никола, мирликийский чудотворец, образ кротости, воздержание, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Чтоб мы не участвовали в бесплодных делах тьмы, но и обречали творящих зло. Аллилуйя. Молит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода того нашего отшествия не застал нас неготовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными или добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя. Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, хирургимые, серапимые, все небесные силы, престолы Божьи, предстоящие, святые апостолы, Петр и Павел, евангелисты, Матвей, Марк, Рукоян, святые мученики, мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский, Усин, философ, Касмай, Дамьян, Андрей, Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Ампирский, Анфимник, Амидийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин и Иосиф, да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял на чертание зверя Антихриста, Анфиму, Вениамину, да и веру устрашие родители за такое воспитание, молите Бога на нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоус, Афанасий Великий, Ипрем Сирин, Антоний, Макарий, Макарий, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий, Радонский, Стефан Перв, Псесерапим, Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шарфайский, Кирилл, Иоанн, 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 Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, а замысля ретиков разрушь, и вничтож преврати, и обрати их на путь спасения, Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фехла первомущеница, Хватина Самарянина Феврония, Вера Надежда Любой, Матерь София, Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепет, Татьяна Ирина, Ольга Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юния, Киприян и Устина, Додарует Господь им послушание, молчание, целомудрие, и стыдливость, и сохрани их от всяческого поругания, исправь непокоримость, Галина Семейства, Евгения, Надежды, Светлана, Людмилы, Иоанна, и прими нашу молитву, Господи, возняни рук, как жертву вечернюю, благоухание, приятное перед престолом, благодати Твоей, и соедини нашу молитву, Господи, с молитвами всех святых, молящихся Тебе на небе и на земле, Господи Божий наш, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам, любящий наш Отец Небесный, ради голгофских страданий Сына Твоего Единородного Иисуса Христа и пролитой крови Его, мы умоляем Тебя, прими нашу молитву и услыши о всех заповедавших нам молиться о них, спаси их, Господи, и помилуй, Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Найди, Господи, обрати этого Алексея блуждающего. Аллилуйя! Аминь! Доброе утро всем! Аминь! Доброе утро! Доброе утро! Аминь! Аминь! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И что дальше с ними будет... Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин... Тут три ступени... Ропот... Начинают таиться... То есть пропускают богослужения и не ходят на занятия... И, наконец, бегство... Абсолютно одинаковые стадии отмирания члена... Как правило, что-то выискивают во мне, в батюшке, в общине, в порядках, в церковном руководстве... Что они пошли на сближение с Московской Патриархией... Мы никогда и никого еще не удерживали... Но отсекать приходится... Так как они начинают наводить смуту на других... И хотя до этого эти Алены были самыми дохлыми... Их нигде не было видно... А тут у них вдруг прорывается нечеловеческая активность... Они хватаются за какие-то интернетные сообщения... Выдирают каноны ни к силу, ни к городу... И даже грозятся чем-то... Хамят на пропалую старшим и давшим им бесчетные благодеяния... Потом они отходят... Чуточку помягчают на время... Просят даже прощения... Что так вели себя некорректно... Но бес уже залез в свою коморку... Это временное затишье... И вот они снова начинают на кухне промывать меня... И батюшку... И наконец гнение достигает такой кондикции... Что задыхаются и их дети... И делаются как бесноватые... На работе у них вдруг не заладилось... Там они орут, кричат... Ведут безобразно себя... Помолчи... И наконец уходят в патриархию... Или к баптистам... Или к старобрясам... Иногда уходят к католикам... Потом это перехождение будет идти безостановочно вниз... У них всегда срабатывает синдром покинутой изгнанной жены... Когда... Уже за ее... Мокрый хвост муж... Выпнул ее... Она на работе своим товарком горько жалуется... Ведь понятно было, что он меня коленом под зад выплет... Так что же я не ушла, плюнув ему в рожу... Тогда бы я... Могла всем сказать, что я его покинула... А не он меня... Теперь он всем рассказывает, как я скатилась по лестничной площадке... Обидно до слез... Надо было раньше уйти, чтобы он был мной покинут... Вот такая же ситуация и с уходящими... У нас кроткий батюшка... И он упреждающие меры редко выдает... Как правило, он все ждет... Что может быть, обезумевшие образуются... Может быть, все как-то уляжется, утишется... Я же всегда стараюсь упреждать события... Не идти по развалинам и по уголькам... Я считаю, что таких смутьянов и нахалов... Нужно проводить по всем ступеням церковного вещания... И безжалостно отрезать... Ибо они уже спеклись... Неисцельно заразны... Книга судей... 20 глава, 13 стих... Выдайте развращенных он их людей... Которые в Гиве... Мы умертвим их и искореним зло из Израиля... Но сыны Вениаминовы не хотели послушать... Голоса братьев своих сынов из Израиля... И чем это кончилось? Послание евреям 12.15... Наблюдайте... Чтобы кто не лишился благодати Божией... Чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда... И чтобы им не осквернились многие... Книга притчей... 29 глава, 19 стих... Словами не научится раб... Потому что хотя он понимает их... Но не слушается... Пророк Исаия 26.10... Если нечестивый будет помилован... То не научится он правде... Будет злодействовать в земле правых... И не будет взирать на величие Господа... Третья книга Царств... 2 глава, 35 стих... И еще при жизни Давид завещал Соломону, говоря... Вот у тебя семей сын Геры, сына имени Анина из Бахурима... Он злословил меня тяжким злословием, как я шел в Маханаим... Но он вышел навстречу мне у Иордана... И я поклялся ему Господом, говоря... Я не умерщлю тебя мечом... Ты же не оставь его безнаказанным... Ибо ты человек мудрый... И знаешь, что тебе делать с ним... Чтобы не звести седину его в крови в преисподнем... По смыслу этого стиха... Так как я его применяю по отношению отмерших... Отпадших... Что у них всегда срабатывает синдром блудящей и отвернутой жены... А у нас синдром умирающего Давида... Пока не притворяются в дело... Чтобы не отпускать их по собственному желанию... Но необходимо и обязательно ставить с печатью запись в их трудовой книжке... Что они уволены за брак... И за прогулы, извернутые из общества верных... Их поведение напоминает поведение людей... Которые плыли на корабле... Спали беспробудно... И вдруг от толчка в соседнем кубрике проснулись... Уже почти до хребта истлевшие... Вылезли на палубу... А тут свежие ветры дуют... Их зазнобило... А молиться не умеют... И в них вошел демон... Они краем уха услышали... Что их капитан епископ был на соседнем острове... И с кем... И с кем-то не то ел... Не то беседовал... Или молился... А они ни минуты не раздумывая... Сиганули через борт... Увидя на горизонте дым... И подумав... Что это уж конечно... Самый старый... Престарелый... Вывернный корабль... И они на нем... Довольно скоро и безопасно... Докарабкаются до цели... Остановись мгновенья говорим... Отпечатлев на фотопленке данный случай... Поправит лямки путник перегрим... Портянки просушив свои анучи... Уйдет за порошит последний след... Оставив тот щелчок от аппарата... Побед прошедших и грядущих бед... На снимке следующем... Прорастет утрата... Мгновение ступени... Но куда? К вершинам совершенства или в пропасть? Быть может... Это факты для суда... Экспертам на анализ... В нашу роспись... Мгновение... Это не рисунок... Не портрет... Когда позируют стомительно часами... На каждом фото... Внутренний секрет... Невидимой души... И в ней как раз... Мы сами... Неискаженные... Гримасою черты... В надуманных кривляниях и ужинках... Легла печать чужой... Дурной среды... Которая нам голову скружила... На первых черно-белых... Так серьезны... Прабабушки в своих длиннющих платьях... Их ждет война... Потери... Раны... Слезы... Вполне мы знаем... Как с лихвой заплатят... Застывшие мальчишки в удивленье... В начале века... Там щелчок раздался... Ждет революция... Бандит яйцеголовый Ленин... На спусковом крючке... У многих пальцы... Их нет ни одного уже... Но где же души? Припомнились ли эти вот мгновения? Был мирный брат... Затем он был порушен... Эпоха родилась между коленей... И братом быт... Был мирный быт... Да... Простите... Затем он был порушен... Эпоха родилась между коленей... Сегодня цифровой... Не наш глазок... Запечатлеет вечное мгновение... Снимайте нас... Идущих на восток... На фотовыставке Христу... Услышим пенье... 29 сентября... 2004 год... Игнатий Лапкин... Снимайте... Снимайте... Простите... Снимайте... Снимайте... Не сходите... А... Поехали... Поехали... Еще... Поехали... Их... Поехали... Игрули... Но... Продолжение следует... Почему же влияние духовных академий, семинарий, училищ духовных не имело большого, а вернее почти никакого влияния на народ в России перед революцией? Да и сейчас та же картина. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Какие семинарии или академии заканчивали апостолы и пророки? А сегодня академии почитаются как наследники некой харизмы, особой благодатности. А что за язык у этих профессоров? А что за язык у этих профессоров академий? Для кого они пишут свои труды? Он сам не сразу же стал такой торбой с иностранными словами. Тоже заучивал эти слова выкрутасы, слова эквилибристы, запомнил их. Потом начал ими засорять свои писульки и про народ уже забыл. А если помнил, то только в том смысле, что будет он видеть ошарашенные глаза своих слушателей, которые ничегошеньки не поймут. Такой торопарщиной он пересыпает свою мертвичину, что его карпение даже в навоз не годится, так как нет в нем соли божественных писаний, а есть идут три пузыри дымного надменного мира. Вот вышла книга А.В. Карташова «Вселенские соборы». 686 страниц. Фонд «Православная жизнь. 2002 год. Город Клин». 5 тысяч экземпляров. Только на первых страницах таков словарь. Метафизическая сатирология, эмпирический, психологический, иррациональный, териодология, математический монотеизм, органический, коренная дефективность, субординатоизм, пластическое мышление, транскидационное, ложеименный гносис, и так далее, и тому подобное. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 2 стих. «Ибо кто говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу, потому что никто не понимает его, он тайны говорит духом». Этот же мудрец говорит не Богу и не людям, а сам создает тайны своей профессии, тайну своей кормушки, тайну своего надменяя грамотностью. И таковых, с заковыкой в голове, сколько сегодня занесло в академиях и семинариях. Сравните со словом Библии их вычурность и замученность грамотностью. Пророк Исаия, 57 глава, 12 стих. «Я покажу правду Твою и дела Твои, и они будут не в пользу Тебе». 1 Коринфянам, 12 глава, 7 стих. «Но каждому дается проявление Духа на пользу». 1 Коринфянам, 14 глава, 6 стих. «Теперь, если я приду к вам, братья, и стану говорить на незнакомых языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?» Не об этом ли профессор писал мне первоиерарх РПЦЗ? Родился в 1875 году в России доктор церковных наук, обер-прокурор Синода Временного правительства, член Поместного собора 1917 года, видный общественный деятель русской эмиграции. «Скончался в 1960 году». Письмо митрополита Виталия Устинова, «Светлый четверток 1991 года». «Если вы в России гонимы были, то мы здесь тратим невероятные силы, чтобы сохраниться в правой вере. Нас окружает совершенно чужая и чуждая атмосфера, которая стремится нас растворить в себе, молекулярно разложить. По всей вероятности Россию покинула до 7 миллионов душ. А где эти 7 миллионов? Осталось до полмиллиона, но зато верных чад. Царская Россия, к сожалению, тоже гоняли архиереев по всей России под бдительным оком обер-прокурора. Но мы от этого избавились. Все наши приходы теперь в России живут и будут жить нашей нормальной жизнью, так как и мы живем здесь. За правилы московской патриархии это самые настоящие лютые внутренние враги русского народа и недалеко то время, когда мы их объявим безблагодатным сборищем. Я помню, в нашем монастыре, где я подвязался, нам преподавал знаменитый профессор. И вот наш настоятель попросил его проповедовать. Благо, что Карташов, он был уже в стихаре, как и подьяка. Его проповедь была интересная, насыщенная мыслями, но тепла, и с нею убедительности не было. Вот почему я вам советую принять сам священника. Конечно, с другой стороны, вас уже как папа не пустят, может быть, в казарму или тюрьму или в офицерский клуб. Ну а все-таки, у нас назначен эпохиальный съезд духовенства и представители Адмириана 10 мая. Было бы желательно вас видеть на этом съезде, для чего мы вам присылаем приглашение, уже нами подписанное. И сразу начать хлопоты о заграничном паспорте и визе для въезда в США, заоченной в Канаду. Это очень необходимо из-за количества крестящихся в России и по причине безобразного в кавычках крещения массы людей без всякого приготовления в несчастной московской патриархии, если можно ее так назвать. Ваше присутствие на съезде было бы крайне желательно и для всех полезно. Призываю на вас Божие благословения, ваш искренний доброжелатель, митрополит Виталий. Это он мне письмо написал. Я рукой писал всегда, он не печатал. Голосовые связки в нашем горле Органт и опера и слезное моленье То воркование миниатюрных горлец, То смех расшаркивается браворным коленцем. Наш голос возвышает нас молчанием, А часто крик не слышим даже сами. Наполнив стрелами калеными колчан сей, Сравняемся по лаю даже с псами. Чему мы предпочтение отдаем? На что употребим, то баритон, то тискант, Псалом Давида утром пропоем В речитативе слезном на поклоне низком. Наш голос сохраняется на пленке, И после нашего прыжка в страну молчания Зависит от здоровья наших легких, От высоты настроя, что в начале. Резкий взмах руки, ноги удара землю Усиливают смысл переживаний. Он мягким обещанием постелит, До хрипоты доводит гогот ржанье. Все в голосе, тональность дивных смыслов, От положения зубов, губ языка. Простое слово с выражением кислым Не раз поднимет руку до виска. Да не изрыгнуть нам пустых словес В полузабытье и даже ненароком, Бесчестье в них, А может слава, честь, Когда устами нашими трубят пророки. Апостолов слова евангелистов Проходят через сердце на язык. И колокольный этот звон Не заградится пшеницы доброй К жерновам насыпь. Молниеносно по строке бегут Глаза, имеющие навык чтения. Через язык их направляем в путь. Библейские, они дороже денег. 26 ноября 2004 год Игнатий Лавкин Это настолько выше моего уровня развития. Я смотрю на это, как будто сейчас первый раз. Это Бог делает. Я вам звук пока отключил. Я тихо, если что-то захотите сказать, включите. Книга открытым оком. Том 11. Тема церковь. Вопрос 2412. Святое Писание учит нас. Послание к евреям 13.7. Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие. И взирая на кончину их жизни, подражайте вере их. То есть, это определение помогает нам не попасть в ситуацию, о которой предупреждал Спаситель. Евангелие от Матфея 7.15. Берегитесь лже-пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. Церковь воспоминает 21 мая равноапостольного Константина. И приводит его в пример всем правителям. И многие, в кавычках, патриоты желают такого же царя. Но вот что свидетельствует история. Тот же самый Константин, который собрал Первый Вселенский Собор. К 328 году становится последователем юридика Ария. И возглашает его иссылки. А в 337 году, на смертном Адре, наконец-то решается принять крещение и принимает от Арианского епископа Евсевия Никомедийского. Как в таком случае нам следует относиться к окрещенному от еретиков? В кого он крестился по их исповеданию? И вскоре умершему, если Господь говорит, и праведник, если отступит от правды своей и будет поступать неправедно, будет делать все те мерзости, какие делает беззаконник. Будет ли он жив? Все добрые дела его, какие он сделал, не припомнятся. За беззаконие свое, какое делает, и за грехи свои, в каких грешен он умрет. Не более ли праведен в этой ситуации Юлиан отступник, который, восстановив язычество, вернул иссылки православных епископов, И благодаря этому Афанасий Великий возрождает в Восточной Церкви, где к тому времени не осталось ни одного православного епископа, ни кеа цареградское исповедание веры. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Я постоянно твержу об этом и в книгах наших, а то написано, что ни Константин Император, ни князь Владимир не были возрожденными от Слова Божия. И, конечно же, никогда не были ни апостолами, ни равноапостольными. Все это выдуманные церковниками эпитеты. Относительно жития святых сегодня доподлинно известно, что очень и очень многое в них написано не на основании документов или свидетелей, а по творчеству писательскому стилизовалось под существующий строй и под наше кровное пусть даже и неверное. Многое просто выдумывалось, домысливалось. И эти житописатели, похоже, не были рожденными свыше. И греха лжи, похоже, вовсе не боялись, так как они полагали одобрение получить от тех, кому кодили фимиам творчества своего. Относительно крещения Константина историки утверждают, что именно так все и было. Но нужно помнить, что тот же Евсевий Никадемийский, историк церковный Евсевий Кисарийский не раз меняли свою позицию, меняли ее, да тут еще эти символы полианские темнили дело. И в какой именно момент их вероисповедание крестился от Евсеверитика император Константин, как уже нам узнать. Но нужен был символ, положить начало, опору своим умствованиям, и потому допускаю, что здесь православные схитрили, скрыли истинное положение вещей. Что до Юлиана, то и его понять можно, когда его войска провозгласили императором. Он имел самые добрые намерения установить мир и свободу вероисповедания, и как Горбачев выпустил всех узников за веру. Если судить об Юлиане, только по одному этому факту, то он правее Константина и многих православных. Но он восстал, взбесился против Бога и погибло мерзкое животное. Он очень похож на Ульянова Владимира. Говорить о сегодняшних лжепатриотах не буду. Слишком много я уже сказал. Вся эта филаретовщина будет захлебываться густой кровью. Константин не может быть примером нам в этом смятении своей души, да проститься ему сие. Но мне в нем нравится его желание восстановить мир и его противодействие распрямо. Совершенно непонятна позиция еретиков, которые желали себе и слушателям своим спасения, но прилагали не Бога, а пусть даже и высшую, но тварь, то есть сотворенного Сына Божия. Зачем им это нужно было, даже если бы и так было, как они говорят, прости Господи за такое рассуждение, но просто по разуму говорю, зачем бы мне менять высшее на низшее? Тогда чем же Христос выше Магомета или Конфуция? Их позицию не вмещаю. А мысль льва и саврянина мне понятна, когда он предлагал поднять иконы повыше, чтобы не касались их, чтобы не впасть выдало поклонство. Разброд души и тела от Адама душа стремится к вечным небесам, а тело строит здесь свой храм для Дана. На что падет обильная роса? Когда и не хотим мы быть рабом у плоти, непроизвольно к носу тянем одеяло. И если бы не защитил нас назарейский плотник, жидовский каменщик-масон давно уже подмял бы. Естественно, природно в мысли заложили для продолжения рода пить, набить утробу, профессией гордясь, на мелкое рвать жилы не для души, а для мамоны гробить. Блажен, кто по мышленьям горней обрящит и воплотит, чего не чаяли от плоти. Бог уподобит души птицам вверх паящим, змей лютый не достанет их и не проглотит. В любых делах, решениях, в разговоре, в идеях, мнениях, а иногда во сне душой тоскуем по иным просторам, боимся в суетности мира закоснеть. Смыл истинный актоиков, триодий и даже катавасий, слаженный разброд в противовес земным не колобродит. Эстрадой тешится, кривляясь, шут урод, как мало тех, кто избирает небо. Крупицы из спасенных, кто восхвалит? Без имени кисельные амебы с морским прибоем смертью так и валят. На выигрыш и тело, и душа отвергнем колебания штрих-кода, спешат к библейскому нам дегтя подмешать. И в ситуации такой тропу домой находим. Рожденным свыше Бог дает и силы симфонию души установить, чтоб с телом. В час воскресенья и телу, как на крыльях, восхищенному стать, как наш спаситель светлым. 22 ноября 2004 год. Игнатий Лапкин. Игнатий Лапкин. Продолжение следует... Книга «Открытым оком», том 11, тема «Церковь», вопрос 2418. Так что же делать тем, кто видит обмерщенность в православных храмах и не хочет идти куда-то в страну далече? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Как пример может служить наша Барнаульская Крестовозвиженская община, членом которой является отец Нафанаил, перешедший из московской патриархии в РПЦЗ. Послушайте, что он говорит и всегда помните, что этот человек в черной одежде говорит и романах, некогда руководитель отдела черной сотни. Все, что он советует делать, это он поднабрался в нашей общине, потому что здесь это делается больше 10 лет. Вернее, даже больше, более 30 лет мы делали это, когда и общины-то такой еще не было. Издательство преподобного Максима Исповедника «Ревнитель православного благочестия». Православие и Библия. Выпуск номер 18. Ведущий иеромонахом Фанаил Судников. 23 ноября 2004 года. Электронная почта. Домашняя страница. Архив рассылки. Мир и благодать всем читателям нашей рассылки. В прошлых выпусках нашей рассылки мы задали читателям два вопроса. Первый. Каково на их взгляд должно быть идеальное состояние православной церкви? И второй вопрос. Что можно реально сделать, чтобы этого достичь? На эти вопросы пришло достаточно много интересных ответов. Мы их со временем опубликуем. Сегодня же мы помещаем самый первый ответ. Здравствуйте. Я согласен с вами, что православие находится в застойном состоянии. И одна любовь друг к другу не поможет. Хотя это тоже важный момент. Но это большее состояние души христианина к людям. Как сопутствующее, а не конкретное средство для достижения цели. Я думаю, что если православные священники не захотят читать проповеди и учить людей Слову Божьему, не следует ждать, пока они надумают. А нужно самим нести учения людям. Взять пример сектантов. Собираться по квартирам, ячейкам, домашние группы, в церкви или еще где арендовать помещения, чтобы опытные и знающие люди рассказывали учения, толкование Библии по святым отцам православной церкви. И также говорить им, посещать православные храмы, богослужения. И для этого проповедовать по квартирам или объявления какие делать. Можно, если найти спонсора, который оплатит все, организовать евангелизационную программу в каком-нибудь зале Дворца культуры, как делали адвентисты во дворце спорта в Барнауле. Также рассказать догматы, учения православной церкви, о святых отцах и потом разбиться на группы. Можно собрать средства и на добровольные пожертвования прихожан или заинтересованных в этом людей. Актовый зал какого-нибудь ДК не так дорого стоит. Это же не дворец спорта. До свидания. Вот такое письмо. Возьмусь, да рассказать за автора этого письма то, что он не договорил. Главные проблемы православной церкви, которые видят авторов. Малограмотность православных христиан в духовных вопросах. Слабое знакомство со священным писанием. Недостаточный интерес к решению этой проблемы со стороны священнослужителей. Разобщенность мирян. Низкий уровень духовного образования в церкви связан, конечно, в первую очередь, с многолетними стараниями советской власти к сокращению влияния церкви и с политикой подавления всякой инициативы. В результате этого в 1990-х годах, когда в кавычках разрешили, когда возник всеобщий интерес к церкви, то катастрофически не хватало хоть сколько-нибудь грамотных людей для проповеди. Всех заинтересованных мужчин, проявлявших устойчивый интерес к церкви, старались побыстрее рукоположить в священники и заполнить вакансию на каком-нибудь новооткрытом приходе. Это новое поколение священников имело, как правило, только элементарное образование, выполняло первоочередные нужды восстановления церковных помещений и налаживания регулярных богослужений. Они не имели опыта совместного обучения на приходе под руководством священника ни совместного образования в среде мирян. Очень трудно научить людей тому, чего не знаешь сам. Рассказать в нескольких словах основу православной догматики такой священник еще может. Но организовать дружную общину, ориентированную на совместное духовное общение, молитву и образование и социальную деятельность, для него крайне трудно. Потому что он сам никогда не жил в такой общине. Проблема осложняется еще и тем, что в последние десятилетия в России все больше укреплялась авторитарная модель отношений в церкви. По этой модели епископ всегда прав, что бы он ни делал по отношению к священнику, а священник всегда прав перед мирянами в духовных вопросах. Поначалу авторитет завоевывается легко, приехав на пустое место при всеобщем невежестве в духовных вопросах, священник автоматически становится непререкаемым авторитетом, так как имеет некоторые познания, имеет традиционное благоговение перед черной одеждой и словом «батюшка». Но в дальнейшем, при более продолжительном тесном знакомстве, при появлении новых людей, имеющих познание в духовных вопросах, люди начинают замечать, что священник такой же человек, как и они сами. И в некоторых вопросах, и он сам не так уж осведомлен, начинают замечать человеческие слабости. Возникают конфликтные ситуации и так далее. В этой обстановке требуются действия, направленные на упрощение авторитета духовенства. Наиболее правильной, конечно, была бы следующая линия поведения. Смиренное признание своих ошибок и своей ограниченности со стороны священника. На Руси народ жалостливый и все простит при честном отношении. Дальнейшие усилия по нравственному самосовершенствованию и активность в богослужебной, образовательной и социальной деятельности. Но это трудно, это связано с ломкой своего эго и подавлением гордыни. Поэтому гораздо проще утвердить свой авторитет, догматический, как данность. И внедряется следующая мысль. Лучше осудить весь мир, чем осудить одного священника. Эту фразу мы слышали неоднократно. Осуждать нельзя никого. А открытое осуждение духовенства есть подрыв влияния православной церкви. Эта политика четко обозначена в программах врагов церкви. Например, в протоколах сионских мудрецов. Но какое мне, скажите, дело до сионских мудрецов, если священник на моем приходе ведет себя недостойно, подавляет любую критику, сам ничем не занимается, кроме треба попытки любой активности, пресекает, подозревая в этом попытке подкопаться под него. Вот здесь мы видим еще одно оружие для утверждения авторитета – всеобщее невежество. Евангелие, православное учение, каноны, несут людям радость спасения Христова, методы искоренения греха, лекарства для исцеления душ. Но эти же источники беспощадно обречают грех и требуют реального исправления поведения. Если ты сам живешь, не соответствуя этим стандартам, то очень опасно ознакомить с этими стандартами православия окружающих, потому что они получают в руки оружие против тебя. Поэтому проповедь нужно свести к всеобщему прощению и любви, что, в общем-то, неплохо. А нормы жизни, обозначенные в канонах, как минимальные, объявить недостижимыми со времен апостолов. А вот это уже плохо. Итак, мы пришли к ситуации, когда священнику становится невыгодно серьезно учить прихожан православию, так как это может подорвать авторитет самого священника и высшей иерархии. Более того, следует пресекать попытки самоорганизации и совместного образования со стороны Мириам, так как это легко может вывести людей из-под власти священника и подорвать авторитет духовенства. Отсюда мы имеем то, что имеем, то есть авторитарную модель отношений в церкви, которая модель приближается к католической. Плюс подавление всякой инициативы снизу. Что же делать? Ага, это еще не все. Неоднократно приходится слышать, если заводишь разговор о болезни церкви. Ты что, об этом вообще нельзя говорить? Люди могут соблазниться и совсем из церкви уйти. Замолчи! Вот тут-то и возникает главный вопрос. Для чего эти люди пришли в церковь, если они могут уйти оттуда из-за того, что узнают про грехи священников? Совершенно очевидно, что если человек уверовал во Христа, получил Духа Святого, верит в церковь, как в тело Христово, верит в таинство церкви, как действие, реально приобщающее этого человека к Богу, то такого человека из церкви выгнать очень трудно. А корысть и трусость духовенства для него ничто по сравнению с тем, что он получает от Христа в Духе Святом в церкви. Но вот вопрос. Для чего же пришли в православный храм те, для кого авторитет духовенства один из незыблемых столпов веры, подорвав который, подрываешь всю веру человека? И какую же веру исповедуют те, кто запрещает совсем говорить о церковных недостатках, боясь отпугнуть православных от храма? Сами-то эти люди родились от Духа Святого, живут во Христе и веруют в церковь или нет? Не нам судить, пусть Бог рассудит, можно сказать лишь одно. Если человек может уйти из церкви, разочаровавшись в батюшке, значит он не пришел ко Христу, а приходил к батюшке. А если он ушел, в этом может быть виноват и священник, и мирянин. Но вывод один. Человек не дошел до Христа. Кто помешал? Священник или нежелание самого человека каяться и исправляться? Бывает по-разному. Бывает, что священник хорош, зовет человека к покаянию и любви Христовой. Это реже. А человек ищет не этого, а удовлетворение каких-то своих страстей. А бывает, что священник себя ставит препятствием на пути к Богу, возводит свой авторитет и требует поклонения. Но в последнем случае это и лучше, что человек уйдет. Жаль только, что со Христом он так и не встретился. Ну что ж теперь? Попов боятся в храм не ходить? Но это все теория. Ситуация у нас конкретная. Есть действующий храм, есть прихожане, есть совместное присутствие на богослужении и соучастие в таинствах, есть вопиющая духовная безграмотность мирян, есть разобщенность, есть неспособность или нежелание настоятеля что-то сделать, чтобы ситуация изменилась. Большинство людей этим обычно удовлетворены, но есть ряд людей, которые уходят с воскресной службы духовно голодные. А чаще они даже сами не знают, что они голодные, потому что никогда и не ели досыта. И наконец, за пределами храма есть миллионы неверующих, в кавычках, православных, многие из которых неверующие просто потому, что им никто не уделил достаточно внимания, не заинтересовался их жизнью и не проповедовал им Евангелие. Что делать, если вы с этим не можете смириться? Что делать, если вы не можете смотреть равнодушно на мир, погибающий без Бога, а вашему приходу не до того? Автор письма, которое помещено выше, предлагает один из путей решения этой проблемы. Конечно, массовые евангелизационные программы современным православным недоступны. Для этого должна существовать подготовленная и крепко спаянная группа людей, желающих и умеющих это делать. Это доступно сектантам, имеющим большой опыт, организационную, а часто и финансовую поддержку из-за границы. Тем более, для сектантов именно этот род деятельности является основным. Многое из их технологий проповеди для православных неприемлемо, потому что спекулирует на страстях человеческих. Но кое-что, по моему мнению, нужно перенимать, и чем быстрее, тем лучше. В первую очередь, это совместное чтение и изучение книг Нового Завета. Если привить обычаи совместного регулярного чтения, разбора и обсуждения Евангелия, это совершит переворот в душах тех, кто этим занимается. Заложит реальную основу для возникновения настоящей православной общины. Для того, чтобы это осуществить, необходимо следующее. Во-первых, должен быть человек, знакомый со священным писанием и знающий его святоотеческое толкование. Во-вторых, для начала читающих должно быть хотя бы двое. Со временем их может стать больше, одни могут уходить, другие приходить. При чтении Слова Божия основное внимание читающих сосредоточивается на понимании того, что Бог любит мир, что Он сам стал человеком и пострадал для спасения мира, что необходимо родиться свыше, измениться и последовать за Христом. Необходимо каждый из стих писания применять к состоянию своей души и повседневной жизни. Также необходимо, чтобы при обсуждении каждый присутствующий мог высказать свою точку зрения и в результате все мнения поправлять правильным толкованием. Это поможет каждому быть участником и учиться постигать смысл слов писаний. Постоянное вникание в евангельские идеи создает благодатную почву для того, чтобы люди менялись реально. «Кроме того, если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Первое послание Иоанна, первая глава, седьмой стих. Для людей, общающихся в атмосфере Слова Божия, со временем такое общение становится источником благодати. В приведенной цитате, конечно, речь идет и об общении в таинствах церкви, и об общении в познании Слова Божия, и об общении лично. Но что делать, если в храме остались только таинства, а все остальное оттуда изгнано? Необходимо дополнять это самим, если мы, конечно, хотим полноценной духовной жизни. Нужно сказать, что даже одно совместное чтение и исследование Слова Божия придает устойчивость общению людей, которые собираются вокруг этого дела. Это мы видим на примере сектантов, которые, не имея таинств, не имея истины, довольно устойчивые и плодовитые, разрастаясь по всей стране. Но для православных необходимо, чтобы читающие обладали устойчивым, церковным, православным самосознанием, потому что Слово Божие без истинной церкви не имеет никакой ценности и само по себе спасти не может. Здесь одна из дополнительных причин, почему опасна самодеятельность. Она может послужить причиной появления новых ересей, сект, расколов и так далее. Но это уже другая опасность, ибо всегда есть такая проблема. Быть неграмотным, иметь меньше ответственности и погибать из-за невежества, или быть грамотным, впасть в гордыню и погибнуть от большого ума. Тут-то и необходимо пройти, как выражаются святые отцы, царским путем, имея горячую ревность, утверждать ее на глубоком смирении. Если же начать подобные занятия, то через некоторое время начинаешь видеть, насколько мы нищи и убоги духовно, если в церковной жизни ограничиваемся только богослужением. Может быть, в этом и кроется одна из причин сегодняшнего бедственного состояния церкви. Итак, повторим кратко предлагаемый путь духовного пробуждения. Совместные чтения и разборы Слова Божия по толкованию святых отцов с приложением каждого стиха к современной жизни. Нужен сведущий и заинтересованный руководитель. Регулярность. Минимум людей не меньше двух, не больше десяти. Выслушивается мнение каждого присутствующего. Серьезная подготовка по слову Божию может стать основой создания общины и дальнейшей миссионерской деятельности. Может и не стать, но польза от таких занятий все равно будет великая. Единственное, что требуется для триумфа зла, это чтобы хорошие люди ничего не делали. Берг Эдмонд 1729-1997 годы. Евангелие от Луки 11 глава 52 стих. Горе вам, законникам, что вы взяли ключи разумения, сами не вошли и входящим воспрепятствовали. Книга Деяний апостольских 17 глава 11 стих. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Субтитры Книга «Открытым оком». Том 11. Тема «Церковь». Вопрос 2422. Вы ссылаетесь на решение соборов вселенских и поместных. Но если бы этих соборов не было, или взять время до соборов, что же получается? Что и спастись без них нельзя? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Спастись без соборов можно, и может даже удобнее было бы. Но это при условии, если бы мы слышали хорошо голос Духа Святого. Если бы не было на земле ересей. Если бы были мы сами здравы в вере. Если бы мы имели твердую волю, трезвый ум не ниже, чем отцы этих соборов. Примерное состояние тех, кто соборы не принял, они раздробылись на тысячи сект, как царство Израилева. Царь Раваам советовался со старцами, которые предстояли пред Соломоном. Отцом его при жизни его и говорил. Как посоветуете вы мне отвечать всему народу? Но он пренебрег совет старцев, что они свидетельствовали ему. И советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним и которые предстояли преды ним. Пророк Иезеким. 7 глава 26 стих. Беда пойдет за бедою, и весть за вестью, и будут просить у пророка видения, и не станет учения у священника и совета у старцев. Если бы не было ни одного собора, то при нашем положении мы бы их сами начали составлять. Свои правила выносить, правда намного пожиже и пониже. Книга «Открытым оком». Том 11. Вопрос 2427. Тема церковь. Кто из непризнавших декларацию митрополита Сергия был особенно непримиримым? И как это выглядит во свете Библии? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Исповедник-прессвитер Михаил Польский. Кавычки открываются. Безусловно, что то, что называют по официальному виду церковью в России, есть блудница. Как это не тяжело признавать нашему русскому национальному самолюбию. Святой новомученик, епископ Иларион Бельский, викарий Смоленский, был самый непримиримый враг декларации митрополита Сергия 1927 года. Он отрицал совершаемые сергианами таинства и вторично крестил младенцев и венчал уже венчанных в Советской Церкви. Были и другие, и даже очень многие. Но от них или ничего не сохранилось, или еще не опубликовано. Максимализм должен быть разумен и в вопросах веры. Думаю, что непримиримые, посягнувшие правильно совершенные таинства, пересовершать снова, были в очень сложном положении, и их позиция не могла быть без ожесточения и озлобленности. Но в вопросах Писания нужно быть именно таким. Послание к Галатам, 2 глава, 11 стих. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканиям. 2 послание к Галатам, 11 глава, 13 стих. Ибо таковые лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Псалом 25, 5. Возненавидел я сборище злонамеренных, и с нечестивыми не сяду. Пророк Исаия, 57, 13. Когда ты будешь вопить, спасет ли тебя сборище твое? Всех их унесет ветер, развеет дуновения, а надеющиеся на меня наследуют землю и будет владеть святой горой моею. Пророк Иосия, 6 глава, 9 стих. Как разбойники подстерегают человека, так сборище священников убивают на пути в Сихем и совершают мерзости. И книга Откровений, 2 глава, 9 стих. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат. И злословия тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. И в тюрьмах, в ссылках, в страшных лагерях какой-нибудь священник, узник тоже гасил в сметенных душах боль и страх и помогал несчастным Словом Божьим. Как часто мы не соглашались с ним, считая, что он строг, умом не понимая, что каждым словом ласкому своим молился он за нас, все наши мысли зная. Он знал нас до конца, до каждой мысли знал, прощал нам нашу суету и ссоры, и с тихой улыбкой внимал пустым и равнодушным разговором. Мы не могли тогда душою осознать, какое счастье нам выпало на долю быть вместе с ним, его словам внимать, его молитв просить и в радости, и в боли. Нас было трудно словом убедить, его сберечь нам веры не хватало, и сердце словно замерло в груди в тот страшный час, когда его не стало. Так было суждено. Нам не дано забыть, и время вечное бессильно тоже, нам память о прожитом погасить, нас болью о прожитом не тревожить. Бывают дни спокойны и ясны, когда мы, верные его заветам, воспоминаниям о нем полны, воспоминаниям о нем согреты. Пошли нам, Господи, отдать сполна всю нашу жизнь, его святым заветам, как просто жить, когда душа полна любовью, пониманием и светом. Скопичанка Книга «Открытым оком», том 11-й. Тема «Церковь». Вопрос 2000. Так, простите. Надо мама звонить. Да. С миром. Не звонила пока, не знаю. Брат, я тут начитываю в интернете. Все, молитесь. Зачем? А что, отец? Так на четверг же договорились. Сейчас позвоню. А что, у тебя телефона его нету, что ли? Как ты так вчера договорился? Ну, господи, помимо. Набранный парень номер, время заплатировано. Здорово. А что, у тебя theta тебе помогает? На ней звонила. Следоватme. Наб alleen звонил. Следоватрия. Следоватрия. Продолжение следует... Продолжение следует... Не знаю. Позвони Наде, может быть, она тебе в этот номер скинет повторно. Давай, с Богом. Игорь Добунов сам решает вопрос по углю. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Просто смяти и начни сначала. Да, понятно. В моей же власти записывать и оставлять. Продолжение следует... Книга «Открытым оком», том 11. Тема церковь. Вопрос 2468. «Как изучать правила православной церкви? Отдельно от истории церкви или же вместе с ней? Важно ли христианину знать историю своей церкви?» Отвечает Игнатий Тихонович Лавкин. У меня нет никакой системы, я до всего доходил опытным путем. Но на первом месте должно стоять хорошее знание Библии, ее толкование по Святым Отцам Вселенской Церкви. И никогда, никакие истории, никакие предания даже в мыслях не допускать быть равными с Библией. Это все равно, что признать Бога Творца равным твари, хотя эта тварь и молится Богу, и в ней Дух Святой. Хотя правила церковные, предания священные и было написано людьми верующими, но это всего лишь может быть отчасти проистекающее из Библии. Как бы мы не силились сфокусировать через мощное увеличительное стекло солнечный луч, но это еще не Солнце. И никогда эта точка не может равняться Солнцу. И не только неразумны те, кто равняет и ставит рядом Писание с преданием, но это полное безумие и не иначе, как от демона зла такая мысль пришла к человеку равнять Слово Божие со Словом Человеческим хотя бы и от Святых Отцов. Но на это не претендовали ни Василий Великий со своими канонами, никто и никто из святых мужей. Нужно знать историю церкви, историю возникновения правил, соборов. Профессор Киевской Духовной Академии Скобалинович хорошо это растолковывает. Историю своей церкви нужно знать. Но не защищать то, что было в ней не по Писанию и даже явно, вопреки священного, Слово Иеговы. На все нужно смотреть через смысл Библии. В истории нашей церкви страшно много напутано и верно ли еще передают то, что уже академически выверено. Есть такое выражение, когда что-то докладывают на Синоде, а в ответ «принято к сведению». Так и здесь. Книга пророка Экклесиаста, 12 глава, с 12 по 14 стихи. «А что сверх всего этого, Сын Мой, того берегись. Составлять много книг конца не будет, и много читать утомительно для тела. Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай. Потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо». Книга «Открытым оком». Том 11. Тема «Церковь». Вопрос 2473. Мы каждый раз совершаемое этого словия или таинства, включаем в них прочтение символа веры. И во втором члене символа веры читаем «Рожденно, несотворенно, единосущно Отцу». Но если слово «единосущный» ни разу не встречается в Библии, то как могли вселенские епископы включить его в столь важный документ, и какие последствия это имело для Церкви в дальнейшем? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Это слово было искусственно введено в обиход, так как речь шла о деле исключительно спорном, горнем соединении с земным и неподдающимся рассудочному изъяснению. Само слово о равенстве Христа Сына Божия Богу Отцу Иегове должно было разом прекратить споры, отрезать от православия лжеумствование Ария и других еретиков, посягающих на божественность Мессии. Было множество попыток вводить различные слова, масса символов веры и уже принятых, но потом отвергнутых одной или обеими сторонами. Но эти символы не прижились. О последствиях введения нового слова никто, похоже, не думал, так как Библия уже несколько столетий не стояла на первом месте, а потому был дан зеленый свет человеческому творчеству вторгаться в неведомое, запредельное, не описанное никем. Псалом 130, 1-2 стихи. Господи, не нанмевалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое для меня недосягаемое. Не смирял ли я и не успокаивал ли души моей, как дитяти отнятого от груди? Матери, душа моя была во мне, как дитя отнятое от груди. Матери, даже в рассуждении о мудрости, о заповедях Божьих, нужна осторожность, так как она сатаинница судеб Божьих. Книга Второзакония, 30 глава, 12 стих. Она не на небе, чтобы можно было говорить. Кто взошел бы для нас на небо и принес бы ее нам, и дал бы нам услышать ее, и мы исполнили бы ее. Даже дом Божий построить на земле мудрости не хватит. А тут взялись рассуждать о самом Божестве. Вторая книга про Липоменом, 2 глава, 6 стих. И достанет ли у кого силы построить ему дом, когда небо и небеса небес не вмещают его? И кто я, чтобы мог построить ему дом, разве только для курения при лицом его? Но не все же были на соборе Соломонами. Так почему же вторгались в неприступный свет? Это похоже уже не на мудрость свыше, потому что вышняя мудрость скромна. Послание Иакова, 3 глава, 14, 15 и 17 стихи. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. И книга при мудрости Соломона, 7 глава, 21 стих. Познал я все, и сокровенное, и явное, ибо научила меня премудрость художница всего. Она есть дух разумный, святый, единородный, многочастный, тонкий, удобоподвижный, светлый, чистый, ясный, невредительный, благолюбивый, Скорый, неудержимый, благодетельный, человеколюбивый, твердый, непоколебимый, спокойный, беспечальный, всевидящий и проникающий все умные, чистые, тончайшие духи. Ибо премудрость подвижнее всякого движения и по чистоте своей сквозь все проходит и проникает. Она есть дыхание силы Божией и чистое излияние славы Сидержителя. Посему ничто оскверненное не войдет в нее. Она есть отблеск вечного света и чистое зеркало действия Божия и образ благости Его. Она одна, но может все и пребывая в самой себе, все обновляет и переходя из рода в род, в святые души, приготовляет друзей Божьих и пророков. Ибо Бог никого не любит, кроме живущего с премудростью. Она прекраснее солнца и превосходнее сонно звезд. В сравнении со светом она выше, ибо свет изменяется ночью, а премудрости не превозмогает злоба. Книга пророка Сирахова, 42 глава, 18 стих. Он проникает в бездну и сердце и видит все изгибы их, ибо Господь знает всякое ведение и прозирает знамения века. Добавлю, что пророком Сирахова никто не называет. Ты добавил это в торопях. Книга премудрости Сирахова. Пророком его никто не называет. А кто он? Простой человек. Ну пророком никто не называет. Тебя этого достаточно. Написана книга премудрости Сирахова. Можешь так называть, как положено. Добавка, она против нас пойдет. Никогда не называй, не добавляй. Как называется книга у нас в Библии, так называй. Хорошо. Иначе нас заедят тогда. Пусть едят. Жалко что-то. Такaysом. Продолжение следует. Продолжение следует... Продолжение следует... Пусть едят. Продолжение следует... Книга «Открытым оком». Том 12. Вопрос 2607. Как правильно пользоваться канонами церкви? Их каждый тянет к себе и даже отвергают напрочь. Нужно понимать буквально или искать духовную сердцевину в них? Как? Отвечает Игнатий Тихонович Алабкин. Каноны – это вехи на евангельском пути, и они не вечны, никак не равны Писанию. Каноны, хотя и писаны людьми, но могут быть трубами Духа Святого. Тем более толкования канонов далеко не сами каноны и уж никак не равноценны с Библией. Григорий Грабе много потрудился в разъяснении канонов. Кавычки открываются. Мне кажется, что представление о канонах, как о какой-то сухой и мертвящей материи, происходит отчасти от того, что их мало кто знает и понимает по существу. Важно увидеть в них не только и не столько регулирующий закон, сколько боговдохновенное творение, направленное к нашему спасению. Каноны твердо устанавливают догматические и нравственные принципы, но в своем применении оставляют широкое поле для пастырской чуткости и пастырского усмотрения. Митрополит Антоний как раз учил нас искать в канонах принцип, а не букву. Это документ прежде всего пастырский. Поэтому и святой Григорий Неокисарийский, вопреки вашему замечанию, до известной степени укладывается в каноны, взятые из его творений 12 правил. Ведь правила святых отцов большей частью писались не как законодательная формула, а в качестве архипастерских разъяснений по разным случаям. А вселенский собор, оценивший переходящую за пределы современности мудрую принципиальность этих разъяснений, ввел их в книгу правил. Беда не в правилах, а в тех людях, которые и священным писанием пользуются как талмудической узостью. Те проблемы, которые вы указываете, совсем не так трудно канонически разрешить. Вопрос о тайнах крещенных нам уже приходилось практически разрешать. Конечно, в иных случаях люди будут по неведению дважды крещены, но как раз каноны указывают, что лучше это, чем оставить человека вовсе не крещенным. Пророк Исаия, 28 глава, 13 стих. И стало у них словом Господа. Заповедь на заповедь, заповедь на заповедь, правило на правило, правило на правило. Тут немного, там немного, так что они пойдут и упадут навзничь и разобьются, попадут в сеть и будут уловлены. Ничего страшнее и глупее невозможно придумать, как путь, каким пошли старообрядцы, которые отвергают русский перевод Библии, не дав своего, как мыслиться ими, лучшего. А все пытаются держать на канонах, из которых больше половины ревностно нарушают, оправдывая себя необходимостью времени. Несущая конструкция везде. На чем стоит, висит или уперлась, опорой мировой кресту, везде. Не вкралась пустота там или подлость? Фундамент здания достаточно ли прочен? Не вымоет ли из-под него грунтовая вода? И притча говорит о том же, между прочим, кто строит на песке, тому капут. Беда! Насколько прочны балки надо мной, на них наложили сверх нормы на полы. Не дай Бог треснет, рухнет, подомнет, заваркой станет горькая полынь. Удерживает тишину, порядок, евангельский закон малоизвестный. Он в совести, не вдалеке, а рядом, да будет в сердце не на последнем месте. Несущая конструкция России, монархия, армады, армии, флот, обман, измена, трусость подкосили. Сглотнул, переварил их лысый кашелот. Опора оказалась ненадежной, весь рот Романовых поставлен к стенке был. Кого он удержал, сам породнившись с ложью, когда евангельскую проповедь убил? На монархизм не опирайся сходу, как многие жестоко в нем ошиблись, пожалели. И не царям менять прогнозы мировой погоды. Не устояли перед масонами ни Гитлер и ни Ленин. Краеугольный камень есть один. Он основание души моей и церкви. В нем трещин и пустот неразглядим. Он автор Библии. Нам из нее и черпать. Любовь к Творцу и к ближнему. Вот гвоздь. На нем висят все заповеди Божьи. С Иисусом будущность моя. Не на авось. Сам Дух Святой. Фундамент тот заложил. 11 февраля 2005 год Игнатий Лапкин. Книга «Открытым окон». Том 12. Вопрос 2742. Разве в победе революции церковь не признает свои вины? Отвещает Игнатий Тихонович Лапкин. На соборе 1917-18 годов были даже вполне прозрительные мысли. Но уже безнадежно опоздавшие. В дверях уже стояли красношлемые витязи и поволокли на свалку требоисполнителей на канонизацию. Вот только крохотные выписки из тех выступлений. Для того, чтобы приступить к принятию таинства или к молитве, надо быть оглашенным в учении церкви, а для этого нужна проповедь. Вот почему апостол и говорит 1 Коринфянам, 1 глава 17 стих. «Ибо Христос послал меня не крестить, а благовествовать». Не признавать проповедь ее необходимости преступно. В деле проповедничества мы переживаем настоящую катастрофичность. Обратитесь к нашей православной пастре с таким вопросом. Расскажи нам пространнее, как веруешь. И в ответ вы получите гробовое молчание. Не только в глухих селах и заводах, но и в культурных городах вы встретите весьма много лиц православных, которые не знают ни догматов, ни истории церковной. Не знают даже общих употребительных молитв. Кто в этом виноват? Где причина этого безотрадного печального состояния нашей пасты? Каждому священнодействию должно по необходимости предшествовать учениям, потому что таинства не могут помочь тому, кто принимает их без веры. Должен быть решен вопрос о сдвиге нашего традиционного православия от его обрядового направления на религиозно-сознательный путь. Происходящее свидетельствует о банкротстве православия. Без проповеди пастырство не достигает своего назначения и лишь привлекает на пастырях горе, вероятно, подобное тому, какой угрожает бесплодной смоковнице. Сегодняшнее положение еще ужаснее, потому что впереди нас прошли эти учителя, сваленные в одну кучу на соловках. Разве мы лучше их? Евангелие от Луки 13.3 «Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так же погибнете». Прок Исайя 42.22 «Но это народ разоренный и разграбленный. Все они связаны в подземельях и сокрыты в темницах. Сделались в добычу и нет избавителя. Ограблены и никто не говорит «отдай назад». Порок Захария 2 глава 9 стих «И вот я подниму руку мою на них, и они сделаются добычей рабов своих, и тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня». События вчерашние и книги, хотя бы злободневнее перца, Хрена, тускнеть, ржаветь стремятся после мига, Разваливаются под напором колена. Но есть одно, живее присносущных, Случившееся на одном холме. День это дня, о нем молва все пуще, И даже злейший враг уверен в том вполне. Две тысячи уже прошедших лет, Как день неполный менее чем час, Там хищникам, насестом послужил скелет, Трапезничали звери, и солдат рычал. Ни света даже в полдень и низги, Клубящийся народ, как наш церковный, И море жалости, отчаяния, тоски, Как будто мир покинул Иегова. Что строится? Зачем здесь гвозди, молот, Нужда какая полк тут собрала? Зачем спешат сюда, кто стар и молот, Замешаны в том Ирод и Пилат? Какое отношение римлян и их непобедимые, Зачем когорты несут наркотик, уксус, Кто здесь пьян? Устраивает жизнь свои аборты. Забыто многое с тех непотребных дней, В опилке дерева креста монашества, Машенство с плащеницей Войдет в историю и в символ судья злодей, И будет зло сто крат на дню щеница. Первосвященники воскрыли одежд, Продать сумеют папам, патриархам, Оттиражируют епископов невежд, Попов размножат, словно в вихре праха, Животворящ тот крест, и жив его хозяин. Он не на храмах явится, На куполе небес, Все остальное в глубочайшей яме, О том наполнил, напомнил мне Нательный стертый крест. 27 марта 2005 год. Игнатий Лапкин Две минуты перерыв, Потом еще продолжим. Две минуты перерыв, Игнатий Лапкин Игнатий Лапкин Продолжение следует... 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 И кому-то, кроме его. Вторая книга царств, 23 глава, 10 стих. Израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. И даровал Господь в тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. Зло виноградарей, да сколько ж их терпеть за тысячи прошедших лет в реестры? Враг человек, и жужелится зверь, от Каиафы отпрыск, архиерей наперсник. Вплетается корнями меж камней, стволом корявым вьется до излома сок виноградный с радостью в вине. Хозяин ждет, послы пришли с поклоном. Но сатана сумел мозги заквасить, присвоить виноградник беспардонно. В устав труда вписали катавасии, традиции, измышлений груды тонны. И по всему отныне выходило, а не отцы, учителя вселенной. Не руководство Библия, а выдумкам подстилка, а без писания все, все и навсегда ослепнут. Коль правду говорил, прося плодов евангельского духа, а не схимы. Разбить им головы был типикон готов, считая, что актоихом хранимы. А что есть в винограднике устав, подписанный с печатью Иеговы, о том не звука, на замок уста, а только о преданиях шум Иегома. Похоже, что и сыну же не нужен, не просто лик иконный, а живой, который мелочь рассыпал из кружек, и от бичуемых им ныне слышен вой. Они захватчики и злые тунеядцы, испакостили хитро виноградник божий. В начале виноделы намесили пятниц, в монашескую ряску облеклись чуть позже. Я православный, но когда вхожу трудиться в виноградник Иисуса, меня чужим считает метроносный жук, из-под амафора пальцем опричников на уськол. 30 апреля 2005 год. Игнатий Алапкин. Книга «Открытым оком». Том 13. Вопрос 2821. В церковном календаре есть список имен, в честь кого только и можно называть, крестить людей. И почти напротив каждого имени стоит перевод этого имени, и в скобках указано, с какого языка перевод. «Меня зовут Надежда. Этих указаний напротив моего имени нет там. Почему?» Отвечает Игнатий Тихонович Алапкин. «Вера наша пришла от евреев, когда в церкви был уже сон признанных святых. Были святые евреи, греки, грузины, римляны. И в тех народах имена были со значением непроизвольные, не абракадабры, вроде Велора, Владимир Ильич Ленин, организатор. «Подожди, но, не но, а не, непроизвольные. Это большая разница». «Благодарю. И в тех народах имена были со значением непроизвольные, не абракадабры, вроде Велора, Владимир Ильич Ленин, организатор революции. Чтобы мы имели представление о значении имени, дается и перевод в календаре. Возникает вопрос. Если имена вера, надежда, любовь действительно имена частные, а не абстрактные понятия, то как во II веке от Рождества Христова при императоре Адриане Римлянка София могла назвать своих дочерей славянскими именами память 17 по старому 30 сентября? Славянских имен очень мало, и все они подвергаются исследованиями очень серьезному сомнению. Да были ли такие святые вообще, или их придумал жизнеописатель Дмитрий Ростовский? В один день целое гнездо святых, и ни одной из святой после этого за 2000 лет не было канонизировано с этим именем. Почему? Можете посмотреть в календаре, эти имена стоят в страшном одиночестве, хотя напротив Анны благодать 15 сентября. Не в страшном, а в странном. Считай правильно, пожалуйста. Ты же меня потопишь такими словами. Почему? Можете посмотреть в календаре, эти имена стоят в странном одиночестве. Хотя напротив Анны благодать 15 святых с таким именем, напротив Феодоры Божий дар 8, напротив Иулиани Ульяны 12. Почему? Не потому ли, что ни евреи, ни римляне, ни латины, ни греки, ни другие нации не знают таких имен? Имена же пишутся и произносятся так, как примерно звучат на родном языке. Как мы могли взять их и внести в свои календари без перевода, если предположить, что у Софии были дочери с такими качественными именами, но могли быть только в произношении на их языке, но не по-русски же. Например, славянское имя Светлана Светлая. Вот эти буквы, что это означает? Это означает, что память их марта 20-го, 13-го февраля. 20-го марта, 13-го февраля. Такого жития вообще нет. Но в календаре указано в скобках Фатина, Фатине. Когда же открываем не список имен, а сам календарь, то там никакой Светланы нет, а стоит в оригинале имя Светланы Фатина. Значит, делается грубая и подыгрывающая невежеству натяжка. Вернее всего, не было и святой Софии при мудрости, а это всего лишь божественная и нравственная сущность Бога и человека. Тут еще сложнее. Свои мудрые богословы, такие как Бердяев, Павел Флоренский, да и многие другие, пошли глубже, объявляя Софию четвертым, отдельным лицом божества. Церковь объявила это учение явной ересью. В Священном Писании есть чудное указание пути к совершенству, достижения божественной любви через веру во Христа и надежду. 1 Коринфянам 13 глава 13 стих. А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. По всей вероятности, у благочестивого монаха, не боящегося лжи, это желание выразилось в стремлении, чтобы эти понятия веры, надежды и любви были в обиходе на языке в быту. А все идет от премудрости, которую и объявили их матерью. Так что понимать эти жития Софии, веры, надежды, любви в аллегорическом плане более верно быть может. Католики проводят по временам деканонизацию некоторых святых, находя их жития вымышленными, недействительными. В Библии есть несколько мест, где премудрость соседствует со словами «вера» и «любовь». 1 Коринфянам 1 глава 21 стих. Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Книга Сирахова 1 глава 27 стих. Ибо премудрость и знание есть страх пред Господом, и благоугождение Ему вера и кротость. Евангелие от Луки 2.52. Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и любви у Бога и человеков. Премудрость Соломона 6 глава 12 стих. Премудрость светла и неувидающая, и легко созерцается любящими Ее, и обретаются ищущими Ее. Книга Сирахова 1 глава 14 стих. Любовь к Господу славная премудрость, и кому благоволит, Он разделяет ее по своему усмотрению. Надежда также не чужда мудрости. Книга Притчей 24.14. Таково и познание мудрости для души Твоей. Если Ты нашел ее, то есть будущность и надежда Твоя не потеряна. Мне помогают многие. Зачем? Я собираю щепки после стройки. Музей составится из даренных вещей. Все по согласию и ни одной попойки. Друзья по духу, при одной идее, во имя Иисуса подсоленый, им важен результат, а не копейки. Таким на поприще обещан путь зеленый, что увлеченно, с верой сотворим. На то увлек единоверцев близких, дверь к совершенству в небо отворил. Пополнив, пополнил волонтеров чудных списки. Помощники. И я Вам помогал, и не единожды трудясь в вознемождении, чтоб с верой, закаленной как металл, не спотыкались и при поношениях. Любовью Вашей окружен сейчас мы, дарами спонсоров с рукопожатием крепким, дух благодарности, ликующий от счастья. И по земному в радости нередко, куда ни гляну, плод моих друзей в готовом виде путь мой украшает. Не думайте, что каждый фарисей позавился и прибыл за грошами. Их искренность не вызовет сомнений у самых нездорово любопытных надежда. Якорь, а дела, как звенья, нас не расторгли расставаний пытки. Возвеселись собрания спасенных Христовой кровью, спаянные в купе, не в староверческом болоте вечно сонном, но с осознанием, что Ты Христом искуплен. Обогащал я многих бывший нищим сын пастуха, но узнан в интернете бездетного, но дети дружно ищут на должность царскую у Бога на примете. 14 июня 2005 год. Игнатий Лапкин Лапкин В день Пятидесятницы святые апостолы получили от Святого Духа дар говорить языками. Апостол Павел тогда еще был гонителем Саввала, и стало быть, он был лишен этого дара. Но обратившись, он потрудился в благовестии более других. И по многим странам путешествовал с проповедью. Как раз языки ему более чем другим нужны были, ведь разные страны разные языки. Так он точно заранее изучил иностранные языки. Ну вы в общем поняли, что я имею ввиду, книга Деяний об этом молчит. Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дар говорения языками был дан и язычникам. Этот дар был не один день и не год, а столетие и более того. Книга о Деяний, 11 глава, 15 стих. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас вначале. Книга Деяний, 19, 6. И когда Павел возложил на них руки, не сшел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Павел учился в лучшей школе, у Гамалиила. И, конечно, как римский гражданин, он знал тогдашний общегосударственный римский язык. Знал греческий, еврейский. Этого было достаточно, чтобы разговаривать со всеми, к кому сохранились его послания. Со всеми, где пролегли его маршруты. Но он знал более того, имел дар мгновенного познавания чужих языков. 1 Коринфянам, 14 глава, 18 стих. «Благодарю Бога моего, я более всех вас говорю языками». Книга Деяний, 21 глава, 37-40 стихи. При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику. «Можно ли мне сказать тебе нечто?» Тот сказал, «Ты знаешь по-гречески». Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу, и когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так. «Учите наизусть, тому детей учите. Любого автора из Библии священной сгодиться в радости, в печали, при обиде, и закрепите мысль писанием, как прищепкой. Начните с малого, значение имен, что значит Авраам, отец народов. Сын Исаак для смеха был рожден. Иаков стал обманщиком при родах. Иосиф умножал добро и мудрость, при фараоне был премьер-министром. Давид врагов щипал, как мокрых куриц, и славным был, скакал блохой и быстрой. Псалмы учите с детства наизусть и пойте о духовном песнопенья. Да царствует во всем всегда Иисус. Для добрых книг не пожалеете денег. Учите. В памяти достойно сохраняйте название книг, главу и стих отрывка. Влеките колесничными ремнями вот с памяти, да будет всем открытым. Ореха грецкого сырое вещество лопатить, чистить, чистым заполнять. Моразм к нам не войдет и лет под сто. Просить в молитве духа и огня. Цитаты к месту, сонны изречений, примеры, жития, соборные каноны. Мозг заполняйте. Да не абы хоть чем-то он обновится чудно, как икона. Заучивайте притчи от Сираха Премудрость Иова и стон Эклесиаста. И будет мир Понятен и распахнут С библейской прививкой Духовною окраской. Из незаученного Выловить нельзя Подобно рыбе Рот беззвучьем полон Под черепной коробкой Впишите в вензеля Нам только б в вечности Не оказаться голым. 30 ноября 2005 год Игнатий Лапкин Все, братья Давайте, с Богом Отошел Сейчас погасишь На меня выйди На одну минуту хотя бы Спаси Христос, с Богом С Богом У меня это не отключилось еще Что такое? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...